МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Я представляю слово профессору детского университета, доценту Казанского федерального университета Ринату Султановичу Якушеву. Здравствуйте, здравствуйте. Спасибо, садитесь. Давайте похлопаем сами себе. Значит, в национальной лотерее один испанец выиграл с номером билета, заканчивающийся цифрами 48. Представили? На вопрос о выигрыше он гордо пояснил. Семь ночей подряд мне снился семерка, сказал он. А семь и семь? И есть 48. По таблице умножения он сказал. 49. Так вот, понимаете, не у каждого собственное видение мира, которое создает наш мозг на основе наших ощущений, обрабатывает и выуживает смысл из океанной информации повседневной жизни. И часто мы при этом ошибаемся. Мы используем левые полушария и правые полушария, логику и интуицию. Вот наука, изучающая формирование суждения человека и принятием решений в условиях неполной, недостаточной информации, гласит, там, где дело касается случая, мозг человека дает осечку. Задействованы были самые разные отрасли знаний, от математики до традиционных наук, от когнитивной психологии до бихевиористической экономики и современной нейробиологии. Значит, давайте поговорим о принципах, которые лежат в основе случайностей, об их развитии, о том, как они сказываются на жизни человека. То есть о политике, бизнесе, медицине, экономике, спорте, досуге и прочих сторонах жизни человека, в котором все это играет огромную роль. Как именно человек делает свой выбор? Что вынуждает человека в ситуации случайности или неопределенности ошибаться и принимать бестолковые решения? Недостаточность данных невольно порождает противоречивые объяснения тому, что мы совершаем. Пример, врачи и пациенты часто неправильно воспринимают статистические данные по эффективности лекарств и важности медицинских испытаний. Родители, преподаватели и студенты неправильно оценивают важность экзаменов как нечто вроде проверки способности к обучению. Родители, это имейте в виду, пожалуйста. И я в связи с этим хочу пояснить коллеге, когда задавали вопрос, зачем у арабов, почему у арабов слова важнее, значит, если мы сейчас проведем эксперимент со словом «стакан», все дети, студенты наши, нарисуют свое видение стакана, свой вариант стакана. А когда вы читаете книгу, и вы читаете, что молодой человек с русыми волосами, небрежно облокотившись об парапет, раздумывал, у каждого из вас будет возникать свое видение. Так вот, этот вопрос о том, как трактует окружающая жизнь, для того, чтобы развивалось левое и правое полушария, нужно чаще читать книги. Договорились? Будем читать книги? Значит, человеку трудно бороться со своей интуицией. Его ум устроен так, что для каждого события он ищет определенную причину. Ему очень сложно учесть влияние факторов, несопоставимых или случайных. Это первый шаг. Это осознание того, что успех или неудача порой оказываются результатом не исключительных способностей или полного их отсутствия, а как выразился в свое время экономист Армен Алчман, случайные обстоятельства. Случайные процессы лежат в основе устройства всей самой природы. И где только эта случайность не встречается. Только вот почему-то большинство людей не понимает их и не придает им попросту значения. Давайте мы с вами будем учиться придавать этому значение. Есть математический термин, об этом я как раз на слайдах еще буду показывать, походка пьяного человека для писания случайной траектории, например, пространственного движения молекул, которые беспрестанно сталкиваются с друг другом. Сейчас мы с вами проведем небольшой эксперимент, который покажет. Я начну с левого края. У меня тут конфеты двух типов. Вы берете, руку засовываете. Лекция становится еще более интересной. И выходишь сюда со своей конфеткой. Бери. Вставай. Ренат Султанович начал с самых юных, с восьмилетних. У меня это вторая лекция, поэтому с учетом этого решил. Так. Запастись конфеткой. Руку заталкивай, вытаскивай и вперед. Сейчас. Не спеши. Давай. Давай. Держи. Так. На место вставай. Так. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, да? Правильно я посчитал? Не ошибся в счете? Нет. Одиннадцать, еще один нужен. Бери. Вставай. Значит, у меня в мешочке красные и зеленые конфеты. Дети выбирали свои конфеты в том порядке, в каком они выбрали. Поэтому я сейчас прошу поднять руки, у кого красные конфеты. Обратите внимание, как получилось у нас. У кого красные, опустите руки. Теперь у кого зеленые конфеты. Есть какой-нибудь порядок в этой последовательности? Раздавайте дальше. Спасибо, садитесь. Конфеты раздавайте дальше. по одной. Значит, я прошу. Значит, мне нужен один доброволец. У нас добровольцев много. Сейчас Марина Михайловна нас определит. Итак, я говорил про то, что жизнь начинается со школы, детского садика. Ставим вот так, пожалуйста. Я говорил об опыте или шаг пьяного. Вот у меня кубик обычный игральный. Я специально раскрасил разные цвета кубик. Значит, если я бросаю, выпадает красный шаг назад. Если кубик падает с красной стороной, приходится делать шаг назад. Если другие две стороны по цвету, это белые или зеленые, то шаг вперед. Понятно всем? Реан Султанович, мне его поддерживать надо? Не надо, нет. Красный шаг. Стоп. Значит, у него уже шанс испытан. Спускайся, следующий. Так, следующий, Марина Михайловна. Кто конфетку брал, давайте. Следующий, еще. Кубик держишь сам. Бросай. Красный. Следующий претендент. Так, Марина Михайловна. Отсюда. Так, давай. Приготовьте там троих еще. Держи. Так, теперь давайте нам троих девочек, давайте. Так, вот, вот троем. Идите сюда. Так, выпал белый. Шаг делаешь вперед. Всем понятно? Слушайте внимательно. Выпал белый. Бросаешь еще раз. Еще шаг. Дальше. Еще шаг. Еще шаг. Закончилось. Шаг назад. Куда, куда, куда? Вернись. Мы еще не закончили. Ну, отнеси, Марина Михайловна. Шаг. Понятно. Спасибо. Вот мы с вами, спасибо, садись. Вот мы с вами провели эксперимент. При этом мы эксперимент проводили следующим образом. У кубика шесть сторон. Две стороны из которых я бы закрасил красный цвет. Вероятность того, что вы идете успешно в жизни, как с монетами двухсторонними. Значит, если мы монету берем, подбрасываем, то выпадает орел или решка. Получится или не получится, это два варианта только, да? В жизни, если вы готовите свою жизнь, гораздо больше, что у вас все получится. Так вот, я здесь приводил пример, как роль играет понятие случайности в жизни. Изучение вот этих случайных величин привело к тому, что появилась в математике новая раздела новой науки, которая называется теория вероятности. Теория случайных величин и математическая статистика. Теперь я попрошу здесь. Прошу подняться вот в первом ряду, только первый ряд я буду использовать, весь первый ряд. Встать всем девочкам. Так, встали девочки? Остальные посчитайте, сколько в этом первом ряду девочек, которые... Нет, сидите, сидите, остальные. Сколько всего девочек, которые вот здесь стоят? Спасибо, первый ряд сели. Спасибо, сели. Теперь я прошу встать всех мальчиков. Первый ряд мальчики только, считайте. Так вот, запомните, сколько... Спасибо, мальчики. Сели первый ряд? Кто посчитал правильно? 16 мальчиков? Так, мальчики встали, я сам посчитаю тогда. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать. 15 мальчиков. Спасибо, садились. Значит, 15 мальчиков. Девочки встали. Спасибо. Садись. Раз, два, три, четыре. Пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Десять девочек сели. Спасибо. А теперь я попрошу вот здесь раз, два, три, четыре. Пятый ряд. Вот мальчик, который стоит. Это какой ряд у нас? Пятый? В пятом ряду все мальчики только стали. Остальные? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать. Пятнадцать, шестнадцать. Шестнадцать мальчиков. Спасибо, сели. В этом ряду встать всем девочкам. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Спасибо, сели. Как так получилось? Почему здесь девочек девять, а там шесть? Почему здесь мальчиков пятнадцать, а там тоже пятнадцать? Шестнадцать? Должны они совпадать все время. Или это величина случайная? Случайная. Вот и прекрасно. Вот если мы теперь будем монету подбрасывать очень долго, и будем считать, сколько раз подбрасывали, то у нас получится, что на пятьдесят раз, примерно двадцать пять, а может быть двадцать три, а может быть двадцать восемь раз, выпадет орлом. А другая половина – решка. Точно так же можно установить с кубиком, который я вам показывал. У этого кубика сторона единичка, двойка, тройка, четверка, пятерка и шестерка. Если мы долго ее будем бросать, ну скажем, шестьсот раз, примерно сто раз будет выпадать единичка, и примерно столько же раз выпадать будет шестерка. То есть это мы провели статистические изменения. А теперь мне скажите, если вы встречаете по дороге черную кошку, влияет ли на что-либо это или нет? Вот у нас есть варианты ответов. Да, пожалуйста. Да, пожалуйста, желтый микрофон, черный. Это ничем не влияет, потому что люди привыкли, что если они встречают черную кошку, то они начинают верить в то, что у них будет неудача. И у них мозг формулируется так, что они понимают, что какая-то неудача произойдет, и они сами себе устраивают эту неудачу. Правильно. Спасибо. Еще вариант. Вот, пожалуйста. Это не влияет ни на что, но после этого могут случаться какие-то неприятности, но это не зависит от кошек. Просто, например, человек встретил кошку, и потом неизвестно, что будет. Неприятности могут произойти, но это не будет никак... То есть это не из-за кошек будут неприятности. Правильно. Спасибо. А теперь у меня вопрос такой. Я вот попросил в первом ряду, с левого края начиная, выбирать конфеты. От того, что первый ребенок выбрал какую-то конфетку... Елена Султанович, студент, не ребенок. А, студент, извиняюсь. Студент выбрал себе конфету. Какой цвет там был у вас? Зеленый. Скажите мне, влияет ли, какую конфету выберет следующий студент, в данном случае наша студентка? Нет? Так, хорошо. Я услышал. Так, я услышал. Хорошо. Кто считает, что не влияет, поднимите просто руки. Спасибо. Опустили руки. Хорошо. Кто считает, что влияет, поднимите руки. Таковых меньше. А теперь давайте посмотрим. Значит, если я бросаю монету два раза, упала орлом, да, решка упала. В этом случае монета друг на друга не влияли. Но если мы посмотрим тот мешочек, который я принес вам. Нет, не надо. Спасибо. В мешочке было 25 красных конфет, 25 зеленых конфет. Обратили внимание? Значит, какое? Если первый студент выбрал себе какую конфету? Зеленую. В мешочке сколько зеленых конфет осталось? 24. А красных конфет сколько осталось? 25. Теперь второй студент, который выбирает, какую конфету может выбрать? Зеленую или красную? Ну, каких конфет в мешочке больше, красных больше? Значит, скорее всего, может выпасть красный. Да? Значит, следующий студент и так далее. когда мы дошли до 12-го студента, сколько зеленых конфет у нас было убрано? Нет. Зеленые конфеты. Сколько? У кого был зеленый конфет? Поднимите-ка мне здесь руки. У кого был зеленый? 4. 6. 6 зеленых конфет было убрано. 25 минус 6. 11. Да? 19. Умеем считать правильно. 19. А красных сколько осталось тогда? Студентов было 12. 12. Значит, есть ли у нас здесь стояли 6 студентов, 6 студентов, которые выбрали 6 зеленых конфет, следующие 6, тоже выбрали красный 6. Получается, половина примерно осталась. Вероятность выбрать следующему студенту цвет был равный. Другое дело, если мы представим себе задачку такую, мешочек дайте мне, пожалуйста, временно. Значит, утром, когда я проснулся, у меня здесь мешочки, мешочки, были зеленые носочки, представили? Красные, представили? и черные. Сколько раз я должен засунуть руку, чтобы вытащить хотя бы пару одноцветных носков? Минуточку, не спешим. У кого есть ответ? Так, черный микрофон, пожалуйста. 6. 6 раз я должен руку засунуть? Так, еще. вот оранжевый микрофон, 4. Желтый. 4? Я думаю, то, что, ну, может, 6 или 5 или 8 даже. Может быть, даже. То есть, 4, 5, 6, любой. Понятно? Один. Один? Один раз вытащил, черный, и что? Мне же нужно пару носков вытаскивать, еще варианты ответа, кто так? Так, черный. Я думаю, то, что надо засунуть руку в мешок два раза. Два раза. Так, один раз засунул, красный, второй раз засунул, желтый. Желтый, пожалуйста, микрофон. Да. Да. Кто там следующий? Давайте. Желтый, пожалуйста, вот-вот-вот-вот-вот. Я думаю, два, потому что, чтобы достать две пары, не две пары, а одну пару. Одну пару, да. Получается, одну пару, если ты достанешь, то это один, точнее, как это? Один носок, и один носок, получается, два раза нужно засунуть руку в мешок. Так, вот рядом желтый микрофон, пожалуйста, да. Следующий. Да, давай. А я считаю, что надо четыре раз засунуть. Кто это сказал? Я. Дайте. Вот наверху, наверху. Ага, хорошо. Почему вы так считаете? Ну, потому что один раз мы засунули руку, мы можем вытащить, допустим, один черный носок. Если второй раз мы можем красный вытянуть, можем еще так много раз, а так мы уже... Как много раз? Сколько? Ну, третий раз я какой могу вытащить? Третий раз вы можете вытащить либо черный, либо зеленый. Подождите. Вы сказали, четыре попытки или сколько? Четыре. Четыре. Значит, первую попытку я вытащил красный, вторую попытку вытащил желтый, третья попытка что? Третья попытка может быть черный. Четвертая попытка? Может быть красный. Любой? Ну да. Значит, если у меня уже на руках есть три разных носка, четвертая моя попытка дает любой из этих вариантов. Понятно? Спасибо. Итак, в этой задаче мы разобрались, что если в мешочке лежат разные цвета носки, если их там много, то нужно, по крайней мере, сделать нужно четыре попытки. Понятно? Запомнили? Почему мы так делаем? Потому что, когда первый раз мы засовываем любой из этих цвет, вторая может быть другой цвет, третья попытка может быть еще третий цвет, но после четвертой нашей попытки по крайней мере пара одноцветных носков у нас может быть. Конечно, может быть так, что со второй попытки вы можете выбрать две черных. Может быть такой. Может быть третьей попытки красный, потом желтый, потом желтый. Это может быть. Но чтобы быть уверенным в своей победе, мы должны сделать минимальные четыре попытки. Теперь, посмотрите, вы знаете игральный кубик. Мысленно прикиньте, какой стороной кубик у меня упадет. Произносить слух не нужно. Сказали себе? Я бросаю. Минуточку. Выпала четверка. Вы загадывали очко или цвет? Хорошо, давайте так определимся. Начнем еще раз, чтобы не было путаницы. Раз тут три цвета, загадываем себе цвет. Хорошо? Так, теперь, те, которые загадывают зеленый цвет. Мне достаточно вот эти три ряда. Три ряда, ребят. Кто загадал, остальные руки не поднимаем, чтобы все остальные видели, и вы сами видели сколько. Кто загадывает, что выпадет зеленым цветом? Поднимите просто руку. Держите руку, не опускайте. Кто считает, что зеленый? Теперь, кто считает, из тех, которые зеленым выпадают, второй раз выпадет зеленым? Два раза подряд. То есть руку будете оставлять только те, которые считают, что второй раз. Два раза подряд зеленый. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать человек. Спасибо, опустили руки. Кто считает, что подряд выпадет красный цвет? Два раза. Первые три раза только. Раз, два. Понятно. Спасибо. Кто считает подряд два раза? Белой стороной выпадет. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Поменьше. Зеленый считает, что выпадет больше. Понятно. А теперь поднимите руки, кто считает, что когда я буду выбрасывать два раза подряд, будут разные цвета. Так, здесь. А вы опять считаете, что здесь? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, двадцать, двадцать, двадцать один, двадцать два, двадцать три, двадцать четыре, двадцать пять, двадцать шесть, двадцать семь, двадцать восемь. Таких больше. Давайте проведем эксперимент. Так, те, которые считали зеленые, а уже обрадовались. Бросай еще раз. Значит, вы, как говорят, интуитите. Интуиция ваша сработала. Ну, теперь еще раз попытка делаем точно так же. Кто считает, что следующая попытка два раза я буду кидать, опять будет два раза подряд зеленый? Поднимите руки. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать. Шестнадцать, спасибо. Ну что, начинаем? Белые. Белые. А теперь поднимите руки, которые мне как раз считал, считал, что разные цвета будут, которых было больше, как раз они и поставили. А теперь давайте сосчитаем вместе с вами. Здесь зеленые. Две стороны. То есть из шести попыток два раза зеленые. Из шести попыток два раза красные. Из шести попыток два раза белые. Почему это? Два раза белые. Значит, если я делаю две попытки, какие варианты могут быть? Значит, давайте посмотрим. Если выпал красный, В следующий раз может выпасть красный, зеленый, белый. То есть получается три варианта. Если я теперь бросаю белый, тоже три варианта. Если я получаю, что красный выпал, тоже три. Всего сколько вариантов получается? Девять. Сколько вариантов? Значит, давайте сосчитаем для себя. Красный, красный раз. Красный, белый два. Красный, зеленый три. Следующий. Если первый выпал зеленый, зеленый, зеленый раз. Зеленый, красный два. Зеленый, белый три. То есть девять раз. Из девяти раз теперь подряд два зеленых. Сколько раз может быть? Зеленый, зеленый. Только один раз? Как это два? Как сколько угодно. Я бросил первый раз, выпал зеленый. Второй раз выбрасываю. Только зеленый один раз может быть? У меня же две попытки только. Две попытки. Почему три раза? У меня на двух попытках, на двух попытках, есть девять вариантов выпадения сторон. Девять вариантов. Красный, 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 белый, красный, зеленый. Зеленый, красный, зеленый, белый, зеленый, зеленый. Дальше. Белый, красный, белый, зеленый, белый, белый. Вот варианты. Сколько раз там встречается слово зеленый, зеленый? Один раз. Сколько раз встречается красный, красный? Один раз. И белый, белый тоже один раз. Значит, и скольких случаев только совпасть может быть белый? Один из девяти случаев. Один из девяти случаев. Ну, почти десять, можно округлять. Значит, красный один из девяти, белый-белый один из девяти. Значит, те люди, которые считают, что будут выпадать разные цвета, будут правы в больших случаях жизни. Посмотрите, пожалуйста, на льдинку, которые края такие. Как вы считаете, есть какая-нибудь строгая форма у края? Нет, случайная. Цвета, которые вы видите в ракушках, которые есть, есть какая-нибудь закономерность? Какая? Вот тут камешки, которые собраны. Сами ракушки, когда растут, закономерность существует. А то, что здесь сложили, закономерности уяснить нет. Итак, запоминаем. Порядок. Порядок. Ясная и четкая организация какой-нибудь сферы действительности. Последовательный ход чего-то. То есть, если вы стакан выронили из рук, то, что он разобьется, это точно, да? Если только не успели перехватить. И если не упал, так, если у вас пол не обработан, пробку им покрытием. Если я роняю стакан на плитку, разобьется. Ну, еще и металлический не разбивается. А я говорю, а стеклянный тонко в стакане. Последствия. Если вы... Минуточку. Сейчас давайте другой случай. Если вы не взяли с собой зонтик, когда объявили погоду, что будет дождь. То, что вы будете мокрые, это точно или нет? Нет. Вы стоите на улице без зонта, дождик идет, и вы сухие. Молодцы. Значит, нужно учитывать, что происходит. Посмотрите, а что такое хаос? Когда мы не можем выяснить какой-либо порядок. А вот та картина, которую вы сейчас видите, это случайность? Да. Значит, случайность в этой жизни играет огромную роль. Поэтому эти слова Эйнштейна, пожалуйста, запомните. Значит, в своей жизни мы должны признать наличие случайных факторов и должны вести учет, какие возможности больше, какие возможности меньше. Это называется статистика. Если посмотрим мы здесь в аудитории, сколько примерно у нас мальчиков, сколько примерно девочек, то это половина на половину. Значит, читать умеют, если те, которые не умеют читать, я прочитаю. То, что мы называем хаосом, это всего лишь закономерность, которую мы не сумели распознать. Если мы что-то не можем понять, то мы стараемся назвать это бредом. То, что мы называем случайностями, это всего лишь закономерности, которые мы не сумели пока расшифровать. А то, что не можем читать, называем тарабарщиной. Итак, как учитывать логики нашего мышления случайной факторы? В математике такой метод есть, называется это экстраполяция. Когда мы бросаем свои камушки или бросаем монеты, или рассматриваем, сколько раз в году выпадает снег, или сколько раз выпадает дождь, и все это фиксируется. То есть фиксируем погоду. И когда предсказывают погоду, учитывают время года, время наличия облаков и так далее. Следующий кадр. Значит, теория вероятности – это математическая наука, позволяющая вероятностям от них случайных событий находить вероятности других, которые связаны с другими. Предметом теории вероятности является изучение закономерностей. Значит, это пример такой. Если мы будем смотреть в роддом, то вероятностью примерно одна-вторая в этом роддоме появляются девочки. С такой же вероятностью одна-вторая появляются мальчики. Но если мы статистику будем уточнять, возьмем большую часть, то выяснится, что мальчиков рождается чуть больше. Значит, если рассматривать, бывают ли близнецы, то такая статистика тоже показывает, что оказывается на каждую сотню появляется одна пара близнецов. А если посмотреть 300 случаев, то на эти 300 случаев появляются близнецы, идентичные друг к другу. То есть не просто мальчик-мальчик, а просто идентичные. А так получается такая статистика. Следующий кадр. Итак, есть случайные события, есть достоверные события, и есть невозможные события. Как вы думаете, возможно ли, когда небо ясное и ясное, чтобы шел дождь? Как? 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 Если на небе не облачка, дождь идет? Откуда? Если только душ включить. Следующий кадр. Вот посмотрите, я собрал несколько высказываний. Идет дождь. Второе высказывание. На небе нет ни облачка. И третье высказывание. Наступило лето. Давайте построим, как со сторонами нашего кубика, варианты из двух фраз, из двух составляющих предложений. Составим. Идет дождь. На небе ни облачка. Это правильное утверждение? Нет. Такое, значит, не может быть. Идет дождь. Наступило лето. Может такое быть? Значит, это совместимые, получается, предложения. Следующее попробуем теперь. На небе нет ни облачка. Идет дождь. Не может быть. На небе нет ни облачка. Наступило лето. Может быть? Может быть. И вот мы так перебрали все варианты. Теперь давайте следующие комбинации выражения посмотрим. Наступило утро. Сегодня родители на работе. Температура воздуха Казань плюс 20 градусов. Сегодня 1 декабря. Итак, сегодня не 1 декабря. Мы это помним. А мы просто говорим. Сегодня день декабря. Хорошо? Сегодня день декабря. Чтобы мы не смущались от этого выражения. Теперь давайте попробуем комбинации сделать. Из двух выражений. Наступило утро. Сегодня декабрьский день. Может такое быть? Может быть. Наступило утро. Сегодня родители на работе. Когда? Если воскрешение у родителей рабочий день, то это возможно. Но мы считаем, что воскрешение выходной день. Правильно? Значит, если только ваши родители работают ненормированный день. Значит, вообще-то по правилам это невозможно. Дальше. Наступило утро. Температура воздуха в Казани плюс 20 градусов. Почему нет? Время-то мы не сегодняшний день говорим. Так что вполне может быть такое совместить. Следующее. Наступило утро. Сегодня декабрьское утро. Правильно? Может быть. Теперь второй комбинации сделаем. Сегодня родители на работе. У кого родители на работе, давайте для них будем составлять. Наступило утро. Это правильно? Да. Хорошо. Сегодня родители на работе. Температура воздуха в Казани плюс 20. Правильно это? Нет. Если это утром, летом, то вполне может быть. Не надо привносить, когда вы читаете предложение, на сегодняшнюю позицию. Дальше. Сегодня родители на работе. Декабрьское утро. Правильно это? Значит, если мы сейчас находимся в декабре, то это может быть. Температура воздуха плюс 20 градусов. Наступило утро. Может такое быть? Температура воздуха в Казани плюс 20. Сегодня родители на работе. Может быть. Почему нет? Почему это? Тут про лето ничего не сказано. Температура воздуха в Казани плюс 20 градусов. Сегодня декабрь. А вот это уже никак не может быть. Понятно. Спасибо. Итак, повторим. Есть случайные события. Есть достоверные события. Есть невозможные события. И есть равновероятные события. И то, и другое может быть одновременно. Значит, когда рассматриваются случайные величины, то вводятся понятия вероятность случайной величины. Для этого нам нужно считать, сколько всего и сколько раз случилось то или иное событие. Мы это уже попытались с вами сделать. Когда я рассматривал кубик. У кубика всего 6 сторон. А то, что единичка выпадет из 600, если 100 раз получается, от 100 делим на 6, посмотрите на формулу 100 на 6, это получается 1 шестая. Следующий кадр. Значит, в жизни случайностей не бывает. Это основной вывод. Просто эту случайность мы не в полной мере знаем. На этом я заканчиваю лекцию. Спасибо. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...